Приветствую, дорогой Рашид Сердечно. Ты что это с этим на рубашке? И вообще, что ты в рубашке? Ты же обычно на беговой дорожке или там бегаешь 8 км в день. Что ты там такое делаешь? Я по-прежнему стою на беговой дорожке. И как закончим, я ее включу. Но я прислушался к критике снизу. Понимаешь? Говорят, что я не выгляжу как Геракл. Поэтому я решил спрятать свои телеса. Вот, одел рубашку, чтобы никого не смущать. Понимаешь? А когда начну бегать, я сниму ее. Напомни, какой вес у тебя? Ну, я же тебе сказал, при росте 176, если кто хочет под меня поравняться. Вес у меня 72 килограмма. Нормально. А ты такой идеальный вес у тебя, как у мужчины при таком росте? Или этот вес кому-то, может быть, не нравится? Может быть, им хочется, чтобы ты был еще уже или шире? Ну, пусть напишут. Я не знаю. Слушай, ты понимаешь, это не мне судить. Слушай, а ты что? Мужиков выставил. Слушай, Хасай, у тебя обычно все время рядом женщина, а тут ты каких-то мужиков задумчивых выставил. Непонятно, о чем думающих. Вот женщина, видишь? Ну, вот эти вот мужики. О чем они думают? А женщина? Это мой друг Ислам. Он мне сказал, нарисуй картину ученые в тупике. Видишь, я им белый лоб всем сделал, что они мыслищие. А этот вот в тупике. И они все в тупике, ученые сегодня. Потому что они хотят что-то сгенерировать, что-то изобрести. А я как раз таки сделал сейчас генератор новых идей. А мне уже и военные пишут, дайте нам этот генератор, дайте нам. Слушай, я в свое время готовил и спецназы, и команды Альфа, и Дельта, и прочее. Ну, сейчас же я этим не занимаюсь. У меня даже медаль была, знаешь какая, за укрепление боевого содружества. Хотя я не военный человек, но военный в том смысле, если бы война, там что, я был бы начальником госпиталя, полковник и так далее. Я же мединститут кончал, у нас у всех была военная кафедра. Ну, это, так сказать, прошлое. Я просто хочу тебе сказать, ислам мне сказал, ученый в тупике, напиши. И я вот написал, ученый в тупике, видишь картинка. А там дама есть, дама есть, она же тоже ученая. Понятно. Я-то обычно все время по простоте души думаю, то если мужик задумался, то он о женщине думает. Потому что познать женщину, это как познать вселенную. Для женщин у нас любит, не любит. Белая ромашка. Белая ромашка. А, твоя ромашка, Леонид. Да, ты упрощаешься. Понятное дело. Слушай, ты меня видишь? Нет, потому что я тебя перестал видеть. Я тебя вижу, а ты меня не видишь. Почему? Хорошо, главное, ты меня видишь, это самое главное. Нет, нет, я себя вижу сейчас. Подожди. Подожди, я себя вижу, а тебя не вижу. Ну, наверное, ты перестал. А я, наверное, ниже тебя слышу. У нас опять какая-то проблема с записью. Ну, что делать, что делать. Поэтому вот этот нежданчик неожиданный, вот ты появляешься. Я научу на вебинаре, который у нас сейчас будет, вот этот нежданчик, неожиданный стресс, чтобы они могли, как в Айкидо, перекидывать на осуществление своих мечтаний, на реализацию своих желаний. Вебинар будет 10-го числа. Я тебе пошлю приглашение как почетным участникам нашей Школы Человечности. Спасибо тебе, конечно, большое. Но ты как-то уже регулируй, а то ты нас все деньги не сделаешь. Все равно мы начнем воевать друг с другом. И нас постоянно поднимать до этого уровня. Слушай, ты сделай микрофон лучше, ближе к себе. Потому что там... Ну, ты далеко находишься, поэтому... Да нет, у меня только с нами до телефона. Вот ты появился. Мне приходится прислушиваться. Я же уже старый. Я же уже старый, Рашид. Мне приходится прислушиваться. А подожди, что значит старый? У тебя женщины, понимаешь, все такие... Как это, помягче-то выразиться там. А то опять возмущаться будут люди. Ну, с хорошим вызовом. Вот так бы я сказал. А поэтому, кто им вдохновил на такой вызов-то ты? Слушай, я тебя прошу, ты просто возьми микрофон ближе сделай, чтобы четче было тебя слышно. Ну, вот я в руки взял и прям поднес к себе. Так лучше слышно? Да, лучше слышно, да. Хорошо, буду держать тогда. Но я же стою, понимаешь, в отличие от тебя. Давай я встану, давай я встану и станцую тебе. Я к заднице отношусь как к творческому инструменту. Потому что я столько много учился в жизни, сидя на этом предмете. Поэтому я говорю, что для того, чтобы учиться и научиться, нужна очень крепкая железная задница. Через разницу все пойдет в голову. Да, Рашид, дорогой, ты у нас мудрец. Вот тогда мне скажи, почему я вот так обычно фотографируюсь? Это первое. Почему я в очках сейчас? Это, короче говоря, чтобы я мыслителем казался. Помнишь? Ну, ты понимаешь, очки у нас, к сожалению, в наши дни, в нашем обществе, придают ученость, многозначительность и, так сказать, ум человеку, мужчине или женщине. Но в очках они почему-то все время кажутся умнее. А вот теперь я еще и с трубкой, как ты хотел. А ну теперь ты уже становишься таким вальяжным мужчиной, понимаешь? Не какой-то старик, а реально умный вальяжный мужчина в окружении красоток. Ну вот, а ты говоришь старый. Ты давай на себя не наговаривай. Поэтому я на нашем вебинаре покажу, как нежданные, неожиданные ситуации, неприятные, трансформируют в такие исполнительные моменты, когда исполняются желания и быстрее достигаются мечты. И чтобы женщины молодели, молодели. А люди все жили долго, чтобы они обретали многолетие. Ты же этого хотел, да? Ближе микрофон, пожалуйста. Ближе микрофон. Ближе микрофон. Слепон начинает. Что? Слушай, я говорю, что у тебя ученые задумались. Задумался, задумался. Я сейчас сделал генератор, который выдает автоматически, но я его пока никому не даю, как ты считаешь. Они за миллионы-миллионы хотят. Я никому не даю, потому что вдруг изобретут еще какую-нибудь бомбу у себя на печке, на кухне. Я поэтому элемент этого ключа никому не даю. Пусть это останется у нас. Сейчас такая охота за этим идет. Ты что, все мне там пытаются. Поэтому не случайно у меня три полковника, которые меня защищают. И один СВР, другой у меня полковник еще раньше был, КГБ. Третий полковник ФСБ. Еще один был полковник. Но он уже далеко-далеко. ГРУ, сам начальник ГРУ СССР, мой друг. Понимаешь? Чего они меня защищают, как ты думаешь? Ну, извините. Без них как бы я мог помогать всем? Твои мозги защищают. Понимаешь? Твои мозги – это достояние страны. Вот я что хочу сказать. Трубку, наверное, не будут защищать. А твои мозги надо защищать. Вот я сколько здесь уже живу и по миру поездил. На всех континентах сейчас я побывал. Но тем, чем ты занимаешься, ни у кого ума не хватило дойти. И так просто решать проблему. Тут целые институты работают над тем, что ты один сделал. Ну, правильно. Мне вон там из Рязани звонили там много лет назад. Ты можешь дивизию боеспособность повысить? Ну, там какие-то идиоты, наверное, были. Понимаешь? Потому что у каждого начальника есть свой какой-то такой мыслящий какими-то экстрасенсорными делами, какой-то эзотерикой, который в это верит. Понимаешь? Замучили меня повысить там наши дивизии боеспособность. Понимаешь? За три дня. За три дня. Ну, хорошо, что я не мог туда поехать в этот момент. Я был очень занят еще более важными делами. Да. Так что вот. Я тебе просто историю эту рассказал, чтобы немножко юмора прибавить. И человек новенький зайдет туда, спросит, да что за странные люди? Чем они там занимаются? Как у меня в такси был один случай. Я тут пассажирки, ну, с кем я ехал, говорил, что я там вчера с космонавтами встречался, позавчера я встречался с моряками, ездил, был в подводной лодке, и водитель едет, едет, потом мне говорит, слушайте, а где вы работаете? Я говорю, я занимаюсь проблемами стресса. А, ну, тогда понятно. Он понимает, что стресс везде есть? Хасай, кстати, немножко в сторону, но опять по-твоему. Ты предупреждал людей, помнишь, я тебя последний спрашивал, что ты людей предупреждаешь, в новости все смотрят, магнитное буря на солнце. Вот, докладывают. Сегодня утром встаю, что-то голова тяжелая. Ну, не болит, ну, так, как будто вот ни капли в рот не брал перед этим, да, чтобы сказать с похмелья. Нет, ничего. Потом вспомнил, ты же говорил нам, что этот самый, магнитная буря. Семь баллов было подряд. Семь баллов, это вообще что? Такого не было. Ну, слушай, у меня немножко в голове так шумело. Короче говоря, я сделал твою зарядку, извини. Это называется синхрофазотронная гимнастика. Я называю гимнастика Хасая. Синхро-гимнастика по методу саморегуляции Крюхе. Ну, ты понимаешь, для себя я называю это так, гимнастика Хасая. Все, вот. А синхрофазотрон это ты оставь при себе. Короче говоря, сделал, голова прошла. Но к обеду опять начал шуметь немножко. Но я уже не стал все делать. Я сделал только два упражнения. Вот эти обнимашки и шалтай-болтай. И опять голова прошла. Не говори обнимашки. Школа ломается. Надо называть, как в йоге. Каждое название имеет свое имя. Каждое упражнение. Поэтому йогу знают тысячу лет. У нас тоже вот эти не обнимашки называются. А хлест, хлест. Ну, извини, я же прогульщик. Я у тебя побывал, как говорится, в начальном уроке. И потом все прогулял. Вот для меня такое название закрепилось. Понимаешь? К обнимашке. Я люблю обниматься. Когда нет никого, вот себя так вот обнимаю. Ну, вот. Помогает. Так что ты извини, пожалуйста. Мне Расков Гамзатов, наш великий поэт, знаешь, что говорил? Ну, во-первых, когда я его спросил, что вы там чувствуете. Он говорит, как будто начальника нет. Ну, голова свободная стала. А потом, значит, он стоит. Я говорю, теперь то, что вы представите, у вас руки сами будут делать автоматически. Образ будет вызывать рефлекторные движения. И он стоит и вот так начал делать. Апатимат, его жена, сзади стоит и говорит, Расул, ты что делаешь? Он говорит, обнимаю. Кого ты там обнимаешь? Тебя обнимаю. О, ну тогда метод хороший, я вам сказал. Слушай, а вот ислам, который меня попросил вот так назвать картину ученых в тупике. А ты как-то мне говорил, что ты про религию ислам, про положение женщины в исламе. Хорошо. А потом еще раз расскажи. Вот про ислам сейчас. Хорошо. Значит, смотри. Ну, мы с тобой, наверное, нас это уже так как-то назвали, что немножко мы озабоченные, да? И мы все с тобой о женщинах. Я-то ведь почему о женщинах говорю? Потому что, гляжу, у тебя вокруг одни красавицы. Поэтому ты как бы заводишь меня на эту тему. Вот. А так я всем бы пожелал. Нам с тобой уже, считай, 150 на двоих, да? А мы все о них думаем. О! Не 150. Ну, впрочем. Не 150. Еще не так поймет. Потому что каждый видит и каждый слышит, что его волнует. Он подумает 150 на двоих. По 150. Я сказал на 150. Я не сказал по 150. Понимаешь? Это две разницы, по-моему. Ты посмотри, какая дама там. Она вот одновременно участник и его свидетель. Она одновременно отсмотрит и участвует там в каких-то проблемах. Вот я всех учу выходить на ночь, чтобы они вот одновременно и наблюдались в событиях, и одновременно участвовали в событиях, но сохраняли разум. Так. 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 Ислам. Это очень интересная тема. И, по-моему, ее... Давай про ислам расскажи. Какая женщина там играет роль? Есть ли там демократия? Почему мир захватил ислам? Почему? А в следующий раз про христианство, а после про буддизм, а потом иудаизм. Давай, расскажи про ислам. Хорошо. Вот я тебе говорю про женщина в исламе. Это довольно-таки интересная тема, потому что многие не понимают. Они представляют ислам и женщину, это когда женщина сверху донизу закрыта. Одни только глазки и одни пятки. Я жил в такой стране, работал, где именно вот такое одеяние, как полностью закрытое. Одни глазки и одни пятки. И на руках или перчатки, или они разрисованы. Это была интересная картина, когда в банк заходишь, ну, в центр банк, там, в операционном заботе сотня, может быть, женщин. Покажись, покажись. Пусть на тебя теперь женщины посмотрят внимательно. Рашид, ты читал еще одну ночь? И дошло до меня, великий царь, в эту ночь. Ты еще одну ночь читал? Алло. Как она ему каждую ночь сказку рассказывала? Я тебя читал. Давай. Покажи, покажи, чтоб ты ее видела. Значит, ну, меня не видно. Вот я вижу, что я набегал на дорожки и присел, как ты. У меня в окружении нет каких-то дамок. Я не знаю, кто у нас со связью. Сейчас я что-то подкручу, что-то сделаю и там включу. Может быть, ты появишься здесь и тебя увидят. И продолжишь дозволение. Ну, смешно. Давай так. Давай, чтобы люди не уставали от нас. Ты подумай, как ты коротко, четко, как ты умеешь это делать, расскажешь в следующий раз о женщине в исламе. Хорошо? Хорошо? А то связь у нас прорывается, и люди устанут слушать нас. Давай. Я сделаю лицо мыслителя. Не, вот так. Вот так мыслитель там сидит на статке. Да, очки, кстати, сниму. Потому что и так понятно, что я человек серьезный. И ты серьезный. Давай, Рашид, обнимаю. До встречи. Готовься рассказать о женщине в исламе. И я думаю, что он готовит. Давай. Давай. Продолжение следует...